МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Странные мягкого юмора песни звучали с магнитофонных пленок еще с начала 80-х. Со своего первого концерта группа завоевала сердца уральских зрителей. Странность каталога была в том, для меня, например, что мы все были молодыми раздолбами, они уже всегда были взрослыми. И некоторые вещи были реально непонятные. Ты весь такой волосатый, весь такой бегаешь. Они действительно, как Тим правильно заметил, они выходили на сцену, садились со своими гармошками, с какими-то духовыми вот этими дудочками. Это было так дико. Но, блин, школа песен, у него были плохие песни, у него были средние песни, у него были шикарные песни. Я имею в виду Саша Сычева и всех тех, кто рядом с ним был, это и Безюха, который там отметился, и Слава Андронов. Самое главное во всей этой цепочке, что я перечислил, хорошо ли, плохо ли, главное, что это были песни. В наш современный мир, когда технология немножко правит голову, само понятие песен ушло. У каталога был переменный состав, порой сокращавшийся до акустического дуэта. Но песни Александра Сычева были хороши в любой аранжировке и находили отклик у любой публики. Сычев трагически погиб в конце 1990 года, но и сегодня его песни исполняют лучшие российские рок-музыканты. Я прошел сквозь тебя, как сквозь сито вода, а точнее, как сито сквозь воду. Я прошел сквозь тебя и теперь навсегда захватил в свои руки свободу. Я предвижу твой путь на три хода вперед И скажу тебе прямо и честно Извини, мне больше не интересно Мне больше не интересно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok